сегодня 10 декабря 10 декабря у нас отмечается что друзья мои отмечается всеобщий день прав человека и большому сожалению мы пришли к такому празднику к такому дню это не праздник это день с огромными нарушениями прав человека что касается что касается прежде всего россии беларуси и большому сожалению в украине тоже нарушается права человека и мы об этом сейчас поговорим ну что можно сказать прежде всего россия беларусь там понятно в диктаторских странах где напрочь отсутствуют выборы где выборов нет как таковых и где диктатор творит все что хочет где для одних для одних закон а для других все априори о правах человека речь идти не может это абсолютно очевидно абсолютно понятно и не требует никаких доказательств то что творится на сегодня в таких странах как россия беларусь ну или их худшие варианты это уже там северная корея и или мьянма и так далее увы и ах не должно твориться в 21 веке к сожалению это все до сих пор все происходит то есть тотальное нарушение прав человека в угоду одному диктатору который любой ценой пытается сохранить собственную власть наплевав на все он готов пойти на все лишь бы только остаться у власти лишь бы только намертво вцепиться в нее и ни при каких причинах эту власть никому не передать но у нас в украине такой проблемы слава богу нет у нас другого рода проблема у нас тоже есть нарушение прав человека можете не сомневаться я дам такой пример как нарушение прав например людей которые не подвергли себя вот этой вот процедуре новомодной по поводу на этой болезни и сейчас например для них вот как юар знаете закрыт вход в различные заведения в различные организации то есть это все вызывает озлобление у людей соответственно ну чем еще кроме нарушения прав человека эти вещи можно назвать с одной стороны они говорят да мы боремся с с какой-то там вот болячкой с другой стороны вы не можете зайти туда 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 а эти могут одни одним взять другим нельзя вот это абсолютно очевидное нарушение прав человека да но не в такой степени как там той же белоруссии или на россии но кстати на россии те же самые нарушения абсолютно один в один который есть в украине но украинским нарушениям про прав человека там добавляется еще куча своих тех которых нет у нас слава богу у нас вот только сегодня выкладывал митинги двух извините видео двух митингов и у нас каждый день митинги кто-то против чего-то протестует полиция за этим только наблюдают в жизни никогда полиция у нас не не вмешивается в происходящее на митингах если происходящее не затрагивает интересы других людей ну когда например митинг не дай бог может кого-то там атаковать я такого не припомню на своей памяти но в принципе если например участники митинга надумают кому-то там грубо говоря поставить клизму ну тут конечно полиция будет будет вмешиваться и будет с ними разбираться во всех остальных случаях она этого делать не станет соответственно хотя бы свободы митингов свобода вот в этом плане демократия есть свобода слова на митинге ты практически имеешь право говорить все что угодно кроме призывов к скажем так насилию вот вы наверное я не знаю кто видел кто не видел у нас вот митинг перед мвд там вот у нас крайне правая приходит частенько и вот одновременно и митинг анархистов и крайне правых но тут вот получается такое знаете такая знаете горючая смесь и то даже в этом случае полиция не вмешивается ну потому что пока это все болтовня хорошо а вот если дойдет не дай бог до рукоприкладства тогда они конечно будут вмешиваться вот но речь идет о том что в украине к большому счастью да у нас есть проблемы но у нас ну скажем так это проблема решаемая не скорее общем мировые чем местные и я имею ввиду с правами человека у нас масса других еще есть проблем вот но они по крайней мере решаемые что же касается таких стран как россия беларусь северная корея вы сами понимаете я вам не буду рассказывать потому что вы в этом живете и вы знаете это лучше меня единственное могу сказать что права человека властями соблюдаются там где где люди предпочитают не молчать ходить и вставлять властям пистон я не призываю вас вот так вот подскочить и бежать на лбу лазаря вставлять пистон властям потому что в результате все получится наоборот но конечно когда ситуация дойдет до определенной точки кипения и вы будете видеть что вот как двадцатом году что большая масса людей готова выйти на улицу то уж тут особенно касается рабочего класса сидеть дома это преступление потому что получается что на митинг ходит кто угодно бабушки идут на митинг пенсионерши пенсионеры студенты школьники не знаю ученые и т.р. рабочие в цеху болванку крутят в это время тех лупят а эти болванку точат не все конечно но очень много процентов 80 будем говорить так вот поэтому ну до рабочих видимо позже это все доходит они вот когда их оставят без зарплаты или вот когда эти все мазы белазы мтз и прочие кирогазы останутся без денег и не смогут платить зарплату от видимо тогда дойдет что нужно было студент студентов поддержать они кричать а ту их не всех рабочих опять таки касается но вы знаете о чем я говорю большой части это касается да вот ребята таким образом короче говоря праздники это не праздник день день свободы день прав человека имеется а вот прав человека не имеется хотелось бы к следующему дню прав человека подойти с обратными результатами можно не иметь дня прав человека но иметь права человека это гораздо важнее